Итак, коллеги, сегодняшняя наша тема – профильные блоки психологии и педагогика. Впереди у нас будет еще несколько вебинаров, где мы посмотрим еще профильные блоки по экономике, по компьютерным информационным технологиям. Ну а начнем мы знакомство с профильными блоками сегодня с психологией и педагогики. Вот эти два блока. Три части у нас, такие основные вебинары сегодня будут присутствовать. Первая – о том, что такое вообще профильные блоки в составе ЭБС, каково их место. Немножко расскажу про них. Потом мы посмотрим, как ими пользоваться обязательно, какие есть хитрости в настройках, чтобы процесс отбора, выбора, знакомства с литературой этих профильных блоков был для нас максимально оптимальным. И в конце поговорим немножко о некоторых интересных книгах, которые находятся в этих профильных блоках. Ну, примерно по тому же сценарию у нас будут строиться и следующие вебинары, где мы будем рассматривать разные профильные блоки. Поэтому те, кто сегодня пришел, на следующие вебинары можно чуть попозже заходить. Потому что первую часть я немножко в сокращенном виде, но то, что касается настроек, буду повторять для тех, кто придет у нас первый раз, чтобы у них было какое-то цельное представление о том, что это за блоки такие. Ну, можно прийти и послушать еще раз. Я думаю, что что-то новенькое каждый раз будет добавляться и буду вам рассказывать. И про профильные блоки. Что это такое, откуда они взялись, из чего состоят и зачем они вообще нужны. Ну, вообще идея создания профильных блоков, она возникла. И сами эти блоки появились не так давно в ВБС, университетской библиотеке онлайн, где-то около двух лет, как мне подсказали специалисты. Поэтому такой процесс еще формирования и настройки, подстройки вот этого сервиса, он еще продолжается. Ну, я думаю, разработка – это такая вещь, которая длится бесконечно. С чем было связано появление этих блоков? Ну, это было связано с информационными потребностями специалистов. Здесь мы говорим и подразумеваем под специалистами – это и профессорский преподавательский состав вузов, ну, раз уж мы говорим об университетской библиотеке онлайн, сотрудники университетов и, конечно же, будущие специалисты, студенты, магистранты, аспиранты, а кто-то и действующий специалист, повышающий свою квалификацию и получающий высшее образование. И любой специалист сталкивается с рядом информационных потребностей, которые можно немножко структурировать так укропненно, приближенно, но следующим образом. Ну, конечно, нам в первую очередь требуются документы, на основе которых мы осуществляем свою профессиональную деятельность. Конечно же, мы нуждаемся в новостях. Это, как правило, оперативные, какие-то оперативные новостные ресурсы, пресса, ну, в том числе и сеть интернет. Это, конечно же, статьи, то, что отражает в наибольшей степени наиболее актуальные направления, перспективы развития трендов, как сейчас модно говорить, ну, и проблематику. Это может быть и периодика отраслевая и научная, это могут быть и печатные, и электронные средства массовой информации, а также это базы данных и различные реферативные базы, ну, например, те же Scopus, Web of Science. Отличная вообще подборка электронных ресурсов есть на сайте RGB. Если еще с этим не знакомы и не взяли себе на заметочку, возьмите обязательно. Мы про них как-то говорили. Там есть много, кстати, ресурсов открытых. То есть можно из дома заходить, где-то требуется регистрация по читательскому билету RGB, а где-то прям вот полнотекстовый доступ и дается к информации просто вот в такой фри доступ. Поэтому вот посмотрите, там разные условия, и самое главное, что за этими ресурсами все-таки со стороны RGB, за их надежностью, благонадежностью и добропорядочностью, но все-таки какой-то контроль есть. Это не просто из интернета через поисковик на какой-то сайт мы зашли. Все-таки они отбираются и фильтруются. Поэтому лучше через сайт RGB вот эти вот реферативные базы, базы данных использовать. И, конечно же, книги. В первую очередь это справочная литература, это учебники, монографии. Вот то, что должно закрывать и чаще всего закрывает информационные потребности специалистов. Ну и, соответственно, три системы, три таких больших блока, которые эти потребности и должны закрывать. Это корпоративные информационные системы, специальные информационные системы, вот те же самые электронные ресурсы, реферативные базы данных, Scopus, Web of Science, это все сюда. Там каталог открытых, open access, открытых публикаций, которые мы на прошлом вебинаре с вами говорили про тексты, да, и обращались к этому каталогу. И универсальные информационные системы, вот третья составляющая. Как раз к ней электронные библиотечные системы и относятся. Это универсальные информационные системы, которые и удовлетворяют комплексные информационные потребности специалистов, которые не могут закрывать ни сам университет, ни производители, например, узкопрофильной информации. Вот здесь нужна такая некая универсальность. И можно представить вот все, что закрывает ЭБС в виде такой информационной вертикали. Если мы говорим об университетской библиотеке, а мы сегодня про нее, то, конечно же, на первом месте это учебная литература. То, что обязано и должно, и обеспечивает учебный процесс учебного заведения. Второе – это научная литература. Ну и, конечно же, для решения практических задач, обучение для выполнения студентами учебных работ практических. Это практическая и популярная литература. Ну и, соответственно, справочники, периодика отраслевая и научная и специальная база данных. И основная задача ЭБС – это такая организация контента, чтобы специалист получал доступ к некому информационному полю, специально организованному, с качественной, проверенной, отфильтрованной информацией. Не абы что, как часто нам приносят студенты своей работы, где они находят материал, для них – это целая история. Не всегда он качественный, не всегда проверенный. И, естественно, из сети интернет. Сеть интернет не может предоставить нам решение этих задач по предоставлению качественной, проверенной информации. Ну и, естественно, что требуется это пространство каким-то образом организовать. Вот поэтому и структура ЭБС и выстраивается. В зависимости от того, с какой профессиональной аудиторией мы имеем дело. И, соответственно, что вся электронная библиотечная система, она делится в соответствии с тем, на какую целевую аудиторию она рассчитана, для удовлетворения чьих задач организуется, и будут разницы в организации контента. Ну вот ЭБС, университетская библиотека онлайн – это одна из электронных библиотечных систем, одно из структурных, скажем так, подразделений, элементов. Отдельно можно выделить ЭБС для СПО и ДПО, библиошколы – это для общего образования, нонфикшн – это для публичных библиотек, поэтому это, естественно, и сказывается на контенте. Какой контент отбирается для нонфикшна или для университетской библиотеки онлайн? Конечно, они будут отличаться. Ну, это вот структура ЭБС, которая существует в Библиоклаб. Если на страницу зайдете, на самой первой странице вы вот эти плиточки как раз и увидите. И в зависимости от того, с какими специалистами имеете дело вы или к какой категории вы относитесь, ну, соответственно, мы выбираем то, чем пользуемся. Вот сегодня мы про университетскую библиотеку онлайн. И при отборе литературы... Да, вот, про профильные блоки сразу скажу, чтобы далеко нам не отходить от темы. Как раз целевой аудитории для профильных блоков, которые относятся к университетской библиотеке онлайн, и относятся студенты, которые занимаются как получением образования, так и проведением научно-исследовательской деятельности, либо в рамках учебного процесса, либо в рамках выполнения каких-то научно-исследовательских работ, которым студентов тоже иногда привлекают. И вторая составляющая – это ППС – профессорско-педагогический состав, для которого важна подборка ресурсов, качественных ресурсов по определенной тематике, их кафедры, дисциплин, которые они читают. И, соответственно, исходя из этого, и строятся профессиональные блоки с ориентиром именно на эту целевую аудиторию, состоящую из двух компонентов, если можно так сказать. И, соответственно, сразу скажу, профильные блоки доступны всем абонентам ВУЗа подписчика, организации подписчика, и любой студент, любой преподаватель может воспользоваться всеми возможностями, которые дают профильные блоки. По какому принципу или на каких принципах основаны контентные проекты? Ну, вообще все вот эти, вот это все, что здесь перечислено на слайде, это определенные контентные проекты, в том числе и университетская библиотека онлайн, в том числе и профильные блоки, создаются на следующих принципах. Вот эти принципы здесь перечислены. Адресность. Не нужна огромная электронная библиотека, в зависимости от целевой аудитории, адресно проводится комплектование и формирование контента. Агрегатор, то есть ИБС, его основная задача – это реализация второго принципа профильности, собирать и фильтровать литературу согласно профилям, направлениям подготовки. Вот как раз профильные блоки – это один из способов реализации этого принципа. И база данных, следующий пункт – это полнота. База данных должна объединять максимум типов литературы. Это и периодика, это и справочники, это и книги, и какие-то монографии, прикладная литература. И в последнее время туда стало потихонечку добавляться еще элементы медиа-контента. Вот появилось большое количество аудиокниг. Про них чуть попозже я вам покажу по нашим блокам. Там уже есть интересные решения, интересные книги. И последний принцип, очень важный принцип – обратные связи. Для того, чтобы работа была эффективной и приносила пользу, и контент был для нас полезным, важно формировать его с обеих сторон. Это и со стороны ЭБС, и со стороны потребителя, библиотеки, вуза, подписчика. Ну, а в принципе, конечно, и каждого из нас. Вот этот принцип обратной связи – это очень важная составляющая. Если вы видите, что можно улучшить, как можно улучшить, и есть какие-то трудности, трудные моменты, что-то хотелось бы еще получить, не забывайте давать обратную связь. Ну, конечно, лучше, чтобы не каждый преподаватель писал в техподдержку или писал разработчикам отдельно, они просто на второй день у нас погибнут подвалом писем и звонков, лучше это делать через ответственное лицо организации, директор библиотеки, библиограф, библиотекарь, тот, кто отвечает за сотрудничество СБС, за работу с электронными библиотечными системами, через него как бы. Ну, а в случае, если вдруг информация не доходит, то тогда уже и напрямую обращаться. Вот это очень важно, потому что мы же пользователи, и от нас многое зависит, что удобно, что неудобно. Разработчикам может быть удобно, и с их точки зрения все сделано грамотно и правильно, а мы понимаем, вот как пользователи, что нам это не совсем удобно использовать, например, какие-то настройки, или что-то мы не можем интуитивно найти, быстро и понятно. Конечно, это тоже потребует и реакции с нашей стороны, поэтому про этот принцип тоже не забывайте. Давайте обратную связь для того, чтобы становиться лучше. И профильные блоки – это как раз вот тот самый профессиональный контент, который призван удовлетворять запросы определенной целевой аудитории специалистов, в нашем случае – это обучающиеся и обучающие профессорско-преподавательских составов и студенты. И с количественным ростом контента перед университетскими библиотеками встает вопрос и фильтрации информации, и профильного комплектования. Вот на Западе этот формат называется e-book, e-pro plan, а в нашей ЭБС называется блочное комплектование. Цель этого подхода – контролировать приток литературы по узким профилям. И вот здесь тоже необходимо, вот как раз для хорошего комплектования этих профильных блоков, необходимо взаимодействие кафедры и библиотеки, в первую очередь своей вузовской и с выходом уже на ЭБС. Блочное комплектование на основе тех направлений подготовки, тех профилей подготовки, которые осуществляются вузом, которые аккредитованы как направление подготовки данного вуза, и, соответственно, максимальное удовлетворение потребностей в литературе, способствующей проведению обучения и эффективному образовательному процессу именно по этим направлениям. И формирование блоков, профильных блоков в самом начале, когда они только-только появились около двух лет назад, оно выросло из базовой коллекции БС. на основе базовой коллекции, и прошло вот это первое комплектование. Сразу хочу отметить, что есть у нас такой раздел, мы с ним как-то знакомились, издательские коллекции. Вот издательские коллекции в профильные блоки, книги издательских коллекций не входят. Это две разные системы. Может, конечно, попасть, ну, опять же, по согласованию с издательством, но чаще всего нет. Это две, в принципе, два разных структурных подразделения. Поэтому если мы оформляем подписку на издательские коллекции, профильные блоки туда могут не попасть. Или если мы осуществляем подписку на профильные блоки, это не значит, что издания издательских коллекций для нас тоже будут доступны. В этом случае нам отдельно приходится формировать подписку. Книги из издательских коллекций нужно приобретать отдельно. И основной принцип, по которому отбирается литература в профильные блоки, они собирают все ресурсы по одной тематике. Независимо от года издания, от типа издания, если посмотреть, вот в той же педагогике, например, или психологии, ну и в других профильных блоках, могут попасться издания и 2013 года, и 2021 года, только насколько они соответствуют данному профилю. Есть у нас еще один каталог, каталог УГС, укропленные группы специальностей, по которым тоже можно осуществлять подбор литературы. Но в чем отличие профильных блоков от УГС, от подбора литературы по каталогу УГС? Если в УГС в основном уходят ресурсы учебного характера, то профильные блоки собирают более широкую тематику, более широкие типы изданий. Здесь есть периодические издания, сюда включены монографии, научно-популярная литература, медиаресурсы, аудиокниги, то, чего в каталоге УГС можно не найти. То есть УГС – это, если так совсем по-простому сказать, подбор основной литературы при составлении РПД, рабочей программы дисциплины. Вот тогда мы идем в первую очередь в каталог УГС и смотрим, что есть там по нашей дисциплине. Потому что по меню они очень похожи, что УГС, что профильный блок. Для дополнительной литературы там тоже что-то можно найти, но вот когда нам нужны дополнительные ресурсы, как дополнительная литература, рекомендуемая литература более широкого характера, вот тогда лучше идти в профильный блок и искать их там. Вот, кстати, мы с этим столкнулись, когда делали за последний семестр где-то два, по-моему, онлайн-курса, на мою душу выпало. И там очень-очень просили для студентов-дистанционщиков, заочников побольше рекомендуемой литературы именно из ЭБС подобрать вот что еще для более углубленного знакомства с темой, для выполнения там каких-то работ, например, написания рефератов или еще чего-то, подобрать литературу именно вот такого более широкого характера, но по теме дисциплины. Вот здесь профильные блоки нам реально очень здорово помогли. Ну и преимущество для преподавателей в использовании профильных блоков не нужно по всей ЭБС разыскивать ресурсы по определенной тематике. Для этих тематик уже подобрана литература, уже проведена такая подборка, и нам достаточно только воспользоваться нужным тематическим блоком. Это, конечно, очень здорово, очень удобно и снижает время на поиск, чем если бы мы просто по общему каталогу пытались бы что-то найти по своей дисциплине. Если ищите что-то по дисциплине, идите в профильные блоки. Если основную литературу для рабочих программ дисциплины, то в каталог ОГС, а вот все остальное – это в профильные блоки, и ищите уже там. Из примерных состав профильных блоков каждый блок у них одна и та же структура. На первом месте, когда вы только открываете профильный блок, мы их сейчас откроем и посмотрим. Сегодня, наверное, не буду демонстрацию экрана включать, покажу на слайдах, а то в прошлый раз не все, кто со смартфонов выходил, не у всех была возможность увидеть. Если нужно будет, я вам потом просто отдельно скринкаст запишу, и можно будет как видео просматривать. Каждый блок состоит в первую очередь. У нас открываются учебники и учебные пособия, но все-таки университетская библиотека онлайн учебная. Дальше идет список монографий научной литературы, периодика, справочники, студенческие научные работы. Обратите внимание, такой раздел есть. И, кстати, да, не во всех профильных блоках он заполнен. И вот мы сегодня увидим, там по одному блоку у нас будет стоять минусик. Пока нет студенческих научных работ. Если эта тематика ваша, у вас есть хороший шанс стать первооткрывателями. Значит, студенческие научные работы. Это могут быть сборники, например, научных статей студентов. Мы же пишем очень часто со студентами, и со студентами вместе, и под научным руководством преподавателей. Студенты самостоятельно готовят статьи на различные, в различные сборники конференций, выступают с докладами. Не всегда вот эти доклады, они, есть очень хорошие вещи, но не всегда они оформляются письменно. А вот здесь есть такая возможность оформить. Иногда вот материал накапливается, и куда его девать непонятно, и жалко, что он пропадет. Есть возможность, кстати, в издательстве Директ Медиа издавать сборники вот таких студенческих научных работ. Вы можете даже потом посмотреть, в профильных блоках такие работы есть. сборник научных статей студентов по профилю такому-то. И все это официально издается. Если это не периодический сборник, вот один раз мы взяли, и за год все студенческие работы издали. Во-первых, студенты становятся авторами публикации. Если в соавторстве, то и вы становитесь авторами. С присвоением всех ИСБН, ИССН, ДОИ, все, что необходимо, все присваивается, все официально регистрируется. То есть это полноценное пособие, полноценная работа, полноценная книга. Опять же, кафедры в плюс публикационной активности сдали целую книгу студенческих работ, если говорить об отчетах. Ну и плюс все это помещается в ЭБС. Такая возможность есть. Для подписчиков ЭБС у нас издания, насколько я знаю, они предоставляют бесплатно. Для неподписчиков надо уточнять. И последнее – это мультимедийный контент. Значит, сразу обращаю ваше внимание. Когда вы будете открывать и работать с профильными блоками, каждый из вот этих разделов, вот он начинается, да, вот у нас закончилась там научная какая-то литература. Если она есть, если ее нет, то у нас сразу после учебной идет, естественно, пропускается раздел. И вот у нас начинаются периодические издания, и дальше пошли периодические издания. До него идет предыдущий раздел. И вот в конце вот такая синенькая полосочка. Не все книги воспроизводятся сразу, выкладываются, попадают в выкладку. Первые там, по-моему, 10 или 15 книг, а потом вот такая синяя полосочка. Не забывайте нажать на нее. Потому что здесь 10-15 книг, мы пролеснули, смотрим дальше, говорим, а ничего в этих профильных блоках нет. Как же нет, посмотрите, здесь еще сколько там 2176 книг закрыто. Вот здесь, относящихся к этому разделу. Поэтому не забывайте вот про вот эту вот синюю полосочку, которая скрывает все богатство конкретного раздела. Ну и по использованию. Как пользоваться профильными блоками? Сами профильные блоки живут вот здесь, в разделе «Сервисы». Когда мы заходим, авторизовавшись, под своим логином, паролем, вот здесь в меню, вот каталог УГС, кстати, живет вот здесь, который для формирования РПД нужен, а профильные блоки живут вот здесь, в разделе «Сервисы». Открываете выпадающую менюшку, и там, по-моему, вторая, что ли, строчка сверху, так и называется, профильные блоки. Открыли мы профильные блоки, и прежде чем бросаться в поиск литературы по ним, все профильные блоки, кстати, будут выведены вот здесь, слева. Такая менюшка будет большая. Но прежде чем приступать к поиску, сделайте нужные вам настройки. Знак «Шестеренки». У вас открываются два фильтра. Фильтры для сортировки и определения доступности. Ну, ровно так же, как мы можем и при поиске по издательским коллекциям, по каталогу ЭБС делать. Вот первое, с этого начинайте всю работу. Вы можете выбрать два варианта. Либо вам покажут только все книги, которые доступны вам по вашей подписке. Лишнего он не покажет. Мне интереснее. И по умолчанию стоит именно вот так. То есть он вам покажет не все, а только то, на что вы подписаны. Поставьте значок «Все». Вы получите доступ ко всем ресурсам, ко всем источникам, которые находятся в этом профильном блоке. Даже если вы на них не подписаны, вы сможете посмотреть, по крайней мере, название, обложку, карточку издания. А там есть важные для нас сведения, библиографическое описание, есть аннотация, есть содержание. Ну, содержание имеется в виду оглавление. Вот это то, что нам доступно даже по фри-доступу, если мы зайдем, не зарегистрировавшись. Но если вы не подписаны на эту книгу, чтение онлайн, полнотекстовый доступ, он вам напишет, что не хватает прав. Ага, значит, мы на эту книгу не подписаны. Отлично. Но максимум информации мы уже получили. Нужна она нам, не нужна она нам. Тогда мы ее будем искать дальше, если нужна. И сортировка. Здесь несколько вариантов. По автору, по названию, по популярности, по годам, по умолчанию. Очень важно бывает иногда по годам, если есть требования к литературе, которые мы используем в учебном процессе, например, не старше 10 лет. Сейчас, по-моему, таких жестких требований убрали, если я не ошибаюсь, но все равно иногда требуют, чтобы по умолчанию требуют, чтобы не старую литературу. За последние 3 года, за последние 2-3 года, 5 лет. Поставьте сразу... Потом новинки удобнее так отслеживать. Ставьте сразу сортировку по годам, например. Конечно, я не наставил. Можете по автору, можете по заглаве. Все зависит от цели поиска. И вот самую... И все, и закрываем эти настройки. Там у нас они уже выставлены. И вот все содержание блока, он будет сначала в каждом разделе выводить самую последнюю литературу, самое последнее издание. Вот он пошел 21-й год, потом будет 20-й, 19-й и так далее. И дальше. Это вот самые первые настройки, с чего стоит начинать. И дальше. Следующее. Есть вот такая вещь. Фильтры, которыми тоже важно уметь пользоваться. Выбираем фильтры для поиска. Помимо общих настроек, еще и специальные. Ну, во-первых, здесь можно... Такой элемент расширенного поиска по каталогу. Можно искать по автору и названию. Можно выделить по типу издания. Обращайте внимание на эти не совсем, может быть, ярко заметные галочки. Если они стоят в конце строчки, значит, там есть выбор, там есть список, из которого мы можем выбирать. По типам издания, по ББК. Например, психология раздел 88. Вот я сразу захожу, бац, по 88-му, на всякий случай. Или по какому-то подразделению, мне нужны, например, определенного типа издания из раздела психологии, я могу здесь вот по разделам ББК выбрать по коду ББК, да и он мне выведет только те книги, которые этот код имеет. По уровню образования тоже бывает важно. Можно выбрать и так. Издательство, может быть, не пользовалось, честно говоря, не было такого. А вот год – это важная вещь, которая нам тоже пригодится. Не забывайте нажимать кнопочку «Применить фильтры», и дальше он вам уже автоматически сортировку проведет. Ну вот, например, тип издания. Тут два таких уровня деления подробных. Нажимаем мы, например, тип издания. Вот мы нажали на галочку, у нас высветилось там научное издание, справочное и так далее. И справа от них тоже стоит такая синяя галочка. Если мы на нее кликнем, например, научное издание, мне не нужны авторефераты диссертации или сборники трудов, мне нужны только монографии. Нажимаем, и вот он второй уровень деления. Я выбираю только монографии. Все, нажала, и у меня выбранные фильтры уйдет только название рядом с типом издания, появятся монографии. Все, применяю фильтры, и у меня выборка будет только все монографии из этого профильного блока, которыми я могу пользоваться. Это очень удобная вещь, когда нужно быстро подобрать литературу нужного типа. И смотрите еще, какая хитрость есть с годами. Помните, мы говорили, сортировка по годам, и вроде бы вот он нам все вывел. Но он вывел вообще все, что есть в этом блоке, только расположив его в порядке обратной хронологии. А вот то самое требование, что нам нужны монографии не старше 5 лет, например, вот здесь нам уже понадобится фильтр, вот этот самый фильтр. И вот сюда мы забиваем 5 лет назад, это сколько у нас будет, 20, 19, 18, 16 или 17 год. Вот я сюда ставлю, и все, что ниже, он будет отсекать при выборе. Применяю фильтр, у меня все монографии, все заданные мои условия с годом не старше 5 лет, вот они у меня выведутся в поиск. Это тоже очень удобно, отсекать лишнюю информацию. Поэтому не забывайте, что вот эти года и вот эта года, это немножко разные вещи, разные года. Есть еще одна хитрость. Когда открываете профильные блоки, вы увидите, сначала у вас идет слева вот эта менюшка, написано профильные блоки, и пошли названия профильных блоков, которые соответствуют направлениям подготовки, профилям подготовки в соответствии с учебными планами. Вот здесь очень важно смотреть свой учебный план. А в конце идут междисциплинарные блоки. И вот смотрите, у нас психология и педагогика будут два отдельных блока в разделе профильные блоки, и в междисциплинарных блоках у нас тоже есть психолого-педагогический модуль. Если мы по нему кликнем, у нас откроется, он разделяется на психологию и педагогику. Вот у нас появляется там два раздела. В чем разница, одно ли это тоже или это разные вещи? Это разные вещи. Значит, смотрите, какая здесь есть история. Вот здесь нам понадобится знание учебного плана той дисциплины или того направления подготовки, ну не дисциплины, направления подготовки или профиля, для которого мы подбираем нужную литературу. Междисциплинарные блоки – это подборки ресурсов по темам для, ну проще говоря, для начального образования высшего, для первых курсов. Они подходят для большинства специальностей. То есть это книги непрофильные, такие книги для всех, базовые, учебные пособия там тоже будут, будут неуглубленные. Ну, например, общая психология, которая читается на первом курсе и входит в программу подготовки специалистов и для дизайнеров, и для бухгалтеров, и для поваров, и для рестораторов, и для менеджеров, и для кого только нет. Вот у всех идет психология на первом курсе, например, или в третьем семестре, там, начало второго курса. Это как базовая, общая такая дисциплина. А вот дальше уже на третьем, четвертом курсе, например, читается организационная психология, там, психология управления и еще что-то, да. Уже пошли специализации, уже пошли более глубокие вещи. Так вот, самая первая, самая базовая попадает вот сюда. И поэтому, смотрите, вы для кого подбираете, для каких студентов и какого характера вам нужна литература, психология, вообще просто основы, азы, навыки, база, тогда сразу смотрите в междисциплинарном блоке. Есть ли здесь что-нибудь, и что здесь есть, и что можно выбрать. Если у вас идет уже организационная психология, психология менеджмента, психология управления, конфликтология, и эти дисциплины читаются уже на более старших курсах, тогда мы идем в раздел профильных блоков. Вот в чем разница между литературой, которая собирается в профильные блоки, и литературой, которая относится к междисциплинарным блокам. Посмотреть имеет смысл. Конечно, вот отсюда на более старшие курсы мы можем дать какие-то интересные книги. А вот наоборот, ну, смотрите, не переусердствуйте в плане усложнения программы. Ну, и смотрите, связь, опять же, учебный план нам в помощь. Это я вот сейчас в основном к педагогам, к преподавателям обращаюсь. Учебный план нам в помощь. Смотрите, какие будут ли похожие дисциплины или более углубленные изучения этих дисциплин на старших курсах. Вот такая связь междисциплинарная. И в зависимости от этого тоже принимайте решение, пойдете вы сюда или пойдете вы сюда, чтобы вам потом даже в части основной рекомендуемой литературы не пересекаться с самими же собой или с другими преподавателями, которые будут читать более углубленные дисциплины. С более углубленных позиций их подавать. Поэтому вот здесь вот этот важный момент, который важен для того, чтобы знать, где искать в первую очередь. И пройдемся ближе к завершению уже по нашим профильным блокам. Профильный блок педагогика. Что он содержит? Всего произведения по блоку. Эту выдержку я вам сделала прямо по блоку. Просмотрела по всем разделам, которые он содержит. И количество источников, которые содержит каждый раздел. Вот видите, студенческие научные работы. Там один сборник научных статей студентов по направлению педагогики. Всего один сборник. Ниша открыта. Можно приложить усилия и издать свои сборники. Всего произведений по блоку в самой ИБС значилось где-то почти 6,5 тысяч. 6,459, если не ошибаюсь. А вот когда я спросила у специалистов, библиографов, они сказали, что там более 7 тысяч. Ну, постоянно идет выкладка, докладка, новые поступления. Вот на данный момент, так что ожидаем новые поступления в блок педагогики. Там более 7200, по-моему. И вот по типам издания. Я вам сразу показываю. Учебных изданий большинство. Очень много периодики. Это не по названиям, а по экземплярам. То есть высшее образование в России, например, там может быть сотня-другая экземпляров. Вот они, каждый экземпляр, это отдельная единица, которая учитывается. Справочников не очень много, но они есть. И очень много научных изданий, очень много монографий. Плюс прочее. Вот впрочее аудиоиздание выделено отдельно, а прочее – это различные практикумы, тренажеры. Вроде бы интересная литература, но которая ни к учебной, ни к научной не относится. Что-то около, смежные вещи, различные рабочие тетради. Вот они часто, мультимедиа, ресурсы, вот они попадают очень часто в раздел «прочее». Поэтому его тоже не забывайте смотреть. Его здесь достаточно много. По блоку психология. Да, тоже мне сказали, что больше трех тысяч изданий, вот на, буквально сегодня утром задавала вопрос, на сегодняшний день в доступе по самому блоку. Если его открыть, то вот значится, что 2914. Около, там, больше тысячи, тысячи почти двести учебных изданий. Тоже очень много периодики. Очень хорошо эти два блока представлены психология-педагогика. Но имейте в виду, что книги могут относиться и к тому, и к другому блоку. Поэтому могут попадать при выборке и туда, и туда. И там, и там вы их сможете найти. Есть такие книги. Их не основное большинство, но есть. Такого мультидисциплинарного значения, да, содержания. Поэтому это тоже имейте в виду, что вот такое может быть. Справочные издания тоже немного, но есть. А вот научных очень много. А вот студенческих научных работ по теме психологии, как ни странно, в профильном блоке обнаружено не было. Вот как раз тот самый случай, о котором я вам говорила. Есть куда развиваться. Если у вас есть умные студенты, возможность, или уже готовые студенческие статьи, которые вы не знаете, а куда их деть, собирайте сборник студенческих научных работ, пусть за несколько лет, пусть это будут студенты разных курсов. Пишите в издательство Директ Медиа. Кому интересно, вы мне скажете, я вам прям прямую ссылку дам на страницу, куда обращаться по поводу издания. Уточняйте, издавайтесь, ниша пока не занята. Все для вас. 34 аудиоиздания, ну и прочих чуть поменьше, 343 издания, но они есть. То есть подобрать материал для реализации той или иной дисциплины, как преподавателю, здесь есть из чего выбрать, и давать студентам вот эту ссылку на профильный блок психологии и профильный блок педагогика, студентам, которые обучаются по этим направлениям и профилям, тоже есть из чего выбрать. То есть иногда я могу, иногда от студентов я это слышу, что а, а, ВБС, ничего нет по моему направлению. Какое у тебя направление? А, вот психология организации. Да как же нет? А ты здесь искал? Оказывается, что даже мы не знаем о том, что такой блок существует, что там можно быстро подобрать литературу, ну и, как правило, на учебных, на периодических научных изданиях даже одних монографий уже можно набрать достаточно для того, чтобы сделать неплохой реферат. Почему нет? Это лучше, чем какая-то непонятная информация с какого-то непонятного сайта, откуда-то из интернета, которую студенты приносят в качестве основы для своей научной работы, научного реферата. Но зачем? Если есть уже вполне отфильтрованные и проверенные информации издания, почему бы не пользоваться этим? И содержание междисциплинарного блока, вот этого психолого-педагогического, начальных навыков. Всего источников там где-то 203, я так подразумеваю, что немножечко чуть побольше на данный момент, 64 по педагогике и 149 где-то по психологии. Но опять же, смотрите, здесь чуть-чуть поменьше, поэтому можно дополнять какой-то литературой из профильных блоков, если такая необходимость будет. Но самое главное, не перезагрузить студентов слишком сложной информацией. Просто, опять же, обращайте внимание, в каком месте учебного плана стоит изучение данной дисциплины, по которой вы ищете литературу. Ну и по профильному блоку педагогика я вам просто покажу несколько интересных книг, а потом покажу топ-3. Топ-10 делать не будем, пока данные изменятся. Может быть, на следующий вебинар я вам вначале покажу. Сначала я запрошу данные, а потом уже покажу. А вот топ-3 по педагогике и психологии я вам покажу. Самые популярные книги. Но что я вам хочу показать здесь? По профильному блоку педагогика. Разная направленность. Вот самые интересные, опять же, на мой взгляд, с моей точки зрения, книги и серии, что там можно найти. Вот идут разные циклы. Очень много для начальной школы, для дошкольного воспитания, образования. Книги, пособия, методички, разработки, сборники, игр, задач, кейсов и прочего. Огромнейшее просто количество. Естественно, они ориентированы на специалистов, либо в области данного образования, либо на студентов, которые готовятся по этим направлениям. Но и для обычных воспитателей, учителей здесь есть, что посмотреть. И есть очень интересные экземпляры, очень интересные серии. Вот, например, вот эта вот серия «Открытые задачи». Здесь я вам только один. Это серия. Здесь я вам показала только одну книгу. «Открытые задачи. Начальная школа. Сильное мышление через открытые задачи». Здесь более 150 только в одной этой книге необычных задач для развития ума, интеллекта. Их предназначение – креативные разминки на уроках в начальной школе. Для выработки такого конструктивного, продуктивного общения детей между собой, детей и взрослых. То есть какие-то коммуникативные навыки развития. И задачи, которые тренируют навыки изобретательского и исследовательского мышления. Вот это меня зацепило, честно говоря. Очень часто слышу от преподавателей, от учителей, а где взять идеи, а где взять вот креативная разминка, чтобы это было и уму, и сердцу, и телу, и моторики. Да вот же она серия. Зайти посмотреть. И здесь, вот в этом выпуске, в основном используются основные темы школьного курса по окружающему миру. Но опять же, в соответствии с примерной программой, разработанной в соответствии с ВГОСом. И это серия. Есть открытые задачи истории, география. Там что-то у них, окружающий мир. Вот для начальной школы, для постарших ребят тоже есть. Что-то там еще про природоведение, литература. В общем, надо посмотреть. Там чтение. То есть тематически вот такие вещи, они тоже есть. Это вот для начальной школы. Есть для средней, есть для, по-моему, для старших, не помню. Надо посмотреть. Но вот для разных дисциплин можно найти вот в этой серии открытые задачи, подходящий учебник. Очень интересная вот такая серия. В профильном блоге педагогика есть. Приключенческие задачи. Кот Потряскин. Это тоже целая серия. Таких серий очень много. Это вообще раскраски изобреталки. Вот это первая книжка в этой серии. Я вам даю вам ссылку прямо на слайде. Она активна. С презентацией можно будет зайти и более подробно посмотреть и про эту серию, и про эту книгу. Это вот прям первый выпуск новой серии. Там прямо вот прописаны стори-теллинги. Опять же, когда нам нужно придумать какие-то игры, задачи, упражнения. Мы начинаем мучиться вопросом, где взять идеи, как написать историю. Зайдите в профильный блог, найдите любую из этих серий. Посмотрите, там такое море идей. Ну, естественно, не брать и плагиатом не копипастить. Но вот для развития собственного креатива очень здорово помогает. И вот эта вот раскраска-изобреталка с котом Потряскин, она прямо начинается там целый стори-теллинг прописан. Да, как он получает таинственное послание. Вместо подписи стоит копытце. Мы должны узнать, от кого помочь несчастным, обратившимся к нам за помощью. И вот дальше пошло целое приключение. И вот в каждой книжке свои отдельные приключения. Есть еще интересная серия, такое ежедневное чтение. Пять минут, но каждый день. Оно прямо по месяцам идет. Для чтения родителей с детьми. Там тоже игры, задачи, упражнения, коротенькие какие-то истории, которые родители могут считать своим детям. И вот прямо на каждый месяц. Октябрь, ноябрь, март, июнь. Тоже посмотрите, очень интересная серия. По более серьезным, таким взрослым вещам уже. Профилактика профессиональной деформации педагогов. Интересное учебное пособие. Ну, так как мы с этим часто сталкиваемся, и будучи преподавателями и педагогами на личном опыте, к сожалению, тоже. И синдром выгорания, и различных дефицитов, профдеформации. И вот как раз вот это учебное пособие, буквально свежее, 21-го года. Здесь разбираются все основные вопросы, в первую очередь теоретически, связанные и с понятием, и очень много внимания, почему я эту книгу отдельно выделила, уделяется описанию различных техник, технологий, приемов, восстанавливающих и помогающих сохранять психоэмоциональное здоровье именно педагогов, преподавателей. Назначение этого пособия для студентов вузов, которые обучаются по направлению подготовки педагогическое образование для руководителей, для других специалистов. То есть вещь очень полезная, так что тоже имейте в виду, вот такая книга есть в этом блоке. И, наконец, последняя полезная вещь, на которую ваше внимание хочу обратить. Первый раз, честно говоря, я такую увидела. Инклюзивный календарь-справочник педагога-психолога. Вот это уже для тех, кто занимается работой с детьми и с обучающимися с УВЗ. Это авторский проект, который позволяет использовать и реализовать идеи инклюзивного образования. И в первой главе пособия дается такой перечень дат, инклюзивных дат, краткая справочная информация. И во второй главе показывается модель подготовки, как готовить людей, которые будут работать в системе инклюзивного образования. Различные авторские сценарии мероприятий, а также авторский практический опыт, которые связаны с данными вопросами. Ну и для кого? Для всех, кто работает в области или сталкивается так или иначе с инклюзивным образованием. Для волонтеров, для представителей добровольческих организаций, для родителей детей с особыми образовательными потребностями тоже может быть полезен. Ну и, конечно, для всех студентов, бакалавриата, магистратуры, кто обучается по направлению педагогики. Ну и для всех учителей, преподавателей, кто с этим так или иначе, если не работает, то сталкивается или может столкнуться. Имейте в виду, такая полезная штука здесь тоже есть. И вот я вам показываю, что нам показывает просмотр карточки издания. Из каталога мы перешли на страницу, например, книги той же серии открытых задач. Вот здесь я вам специально написала без регистрации и авторизации. То есть просто со стороны я захожу в этот блок, я его тоже могу найти. И вот что мне покажет. Если я перейду, могу ли я посмотреть информацию о книге. Ссылки я вам даю прямо на эти странички этих книг. Можно прямо по ссылке даже зайти и посмотреть. Библиографическое описание мне будет доступно, аннотация доступна, содержание я смогу посмотреть, а вот постраничный просмотр книги мне будет недоступен. Ну вот он прямо вот такие будет нам писать предупреждения. И если у вас нет подписки на этот блок или на отдельные книги из этого блока, у вас тоже такое же оповещение будет высвечиваться. Но, по крайней мере, основную информацию мы об этом издании можем получить очень быстро, с тем, чтобы, допустим, поискать в других библиотеках, либо заказать, либо купить. Кстати, обратите внимание, что, например, если книга даже недоступна нам для просмотра, но она есть в интернет-магазине, в Директ-медиа, в ЭБС, то вот такое оповещение у вас тоже выскочит. И вот это для неподписчиков уже доступно. Можно купить электронную или печатную версию. Но в основном это для книг издательства Директ-медиа, поэтому обращайте внимание, что вот эти вот издания, да, они чаще всего еще и в интернет-магазине. Их можно заказать как электронную или печатную версию и приобрести. Ну, а если есть подписка, то можно и бесплатно почитать. Наталья Баданина. Подписка на блог платная. Не на блог только, да. Я понимаю, что это из-за скорости просто описались, да. На блог, да, модуль, скажем так, на модуль педагогики. Если у вас есть подписка, вы являетесь подписчиком университетской библиотеки онлайн, уже подписчиком на базовую, например, коллекцию, посмотрите, возможно, что профильные блоки или какая-то их часть для вас уже доступны. Просто посмотрите. Если вы не являетесь подписчиком ЭБС, то можно подписаться и на базовую коллекцию, и плюс блоки, а можно подписаться отдельно на блоки. Причем есть еще такая возможность, что подписываться можно не на весь блок педагогика. Например, мне не нужно там какие-то обучающие книги для вузов, для магистров, а мне вот интересует именно начальная школа, вот те интересности, да, коты, потряскины и прочее. Вы можете выбрать, есть возможность по книжной подписке. Подписка платная, да, ежегодное обновление проходит, ежегодное продление подписки, подписка платная, но формирование сколько стоит, сказать не могу, потому что это вам лучше разговаривать уже со специалистами из ЭБС по поводу стоимости подписки. Будет зависеть, на что вы подписываетесь. Будут издательские коллекции, не будут. Нужен вам весь профильный блок педагогика или отдельные книги из этого блока, да, какая-то часть. Вы можете взять, например, там 10 книг из блока педагогика и еще 5 из психологии и 4 из ИКТ, да, компьютерной грамотности. И вот сформировать свою, каждый блок профильный, это своя мини-ЭБС получается, да, а вы можете вот так вот сформировать свою индивидуальную подписку, свой индивидуальный набор в зависимости, например, от бюджета вашей организации. Частная библиотека, она может ли иметь бесплатный доступ? Вот не знаю, Ольга, лучше обратиться к специалистам, я просто не... Я такой же пользователь, как вы, просто немножко больше и чаще с этими блоками работаю, да. Поэтому я больше с точки зрения пользователя, но еще иногда мучаю вопросами сотрудников ЭБС, вот, чтобы вам донести больше информации, которая может оказаться полезной. А вот по вопросам подписки, давайте, знаете, как вы... Я вам оставлю название нашей группы, либо в личке мне напишите, а в конце будут контакты, кстати, в презентации можно взять, можете мне написать, я просто вам тогда уже конкретно дам координаты, куда обратиться по поводу подписки или там ссылку, дам, что вы уже эти вопросы конкретно выяснили, да. На самом деле очень много литературы вот по инклюзии, по работе с ОВЗ и очень прям свежих годов, 20-й, 21-й, очень интересная есть. Вот еще одна интересная книга, «Креатив бой». Как его провести? Методическое пособие. Оно небольшое, там всего 30 с небольшим страниц, вот 29-е, 30-40 страниц где-то, да, вот сейчас посмотрим. Да, вот 32 страницы объем. Это описание методики практического опыта применения. Вот провели «Креатив бой», да, используют его авторы в своем учебном процессе, в своей образовательной деятельности. Они описали подробно эту методику и издали. И если у вас есть что-то такое же, что вы проводите, что-то креативное, интересное, полезное, и оно показывает хорошие результаты, опять же так издайте. Вам публикация, почет, уважение, плюс еще и, возможно, за просмотры какие-то авторские гонорары, да, и возможность поделиться опытом, почему нет. Вот интересная вещь, прям посмотрите, я вам даже содержание сюда специально вывела, чтобы вы могли по содержанию посмотреть. Опять же, это вот я вам показываю из простого фри доступа без регистрации авторизации, да, вот что я могу. Я уже могу составить представление, нужна ли мне эта книга, да, что там может быть что-то интересное, или наоборот, это не по моей тематике. А вот книга из междисциплинарного психолого-педагогического модуля, вот тот самый базовый, простой, который на начальных курсах. Также вам ссылку даю на карточку этой книги. У кого есть подписка, прям вот потом и почитать можно будет. Эта книга уже не 21-го года, видите, 2015-2015. Но очень интересно написанная монография управления творческой деятельностью в учебном процессе. Не так уж много серьезной литературы по этой тематике есть. Вот такой учебный в электронных библиотечных системах, университетских библиотеках. В основном это либо научно-популярная, либо из серии бестселлеров. А вот такого плана, чтобы это был учебник или монография, вот интересные вещи здесь изложены, тоже посмотрите. И причем она идет в междисциплинарном модуле. Значит, ее можно рекомендовать даже на первых курсах, либо самим использовать при обучении студентов начальных курсов. Вот интересная тоже вещь. Вроде бы профильный блок психология. А книга, посмотрите, методика создания интерактивных презентаций в PowerPoint. Почему она попала в психологию? Тоже я вам содержание специально, кусочек содержания вывожу. Здесь есть и триггеры, и макросы, и много еще всяких интересностей. Но ориентация на педагогов, психологов и преподавателей психологии, соответственно, на примерах, задачах, тестах, все разбирается из данной области. Поэтому и всем популярно, может быть, интересно, и особенно для тех, кто создает презентации по этим направлениям, особенно по направлению психологии, может быть полезно. Вот такая вот сопутствующая книга здесь тоже попадает в профильном блоке психологии. Все, что нужно для подготовки психолога. И вот еще тоже интересна наполненность этого блока. Очень много литературы есть по тренингам. Вот я только две книги вам отобрала. Тренинг командообразования и групповой работы «Учебник для магистратуры» и тренинг командообразования «Учебное пособие». Ну, понятно, это немножко сложнее, побольше. Это уже для бакалавриата можно использовать совершенно спокойно. «Учебное пособие». Значит, здесь очень подробно разбирается, что это такое тренинг, технология проведения тренинга, методики, разные стили работы тренеров. То есть все-все нюансы для того, чтобы провести тренинг, они здесь разобраны. Я вам даже кусочки оглавления опять же привожу, чтобы вы уже могли понять, насколько это вот интересные вещи и полезные вещи. Ссылки на карточки издания я вам тоже привожу, потом можно открыть, почитать более подробно аннотации, если нужно, библиографические описания. Вот специально я выбрала вам вот эти две вещи по организации командообразования, тренинг, как проводить тренинги по командообразованию, и групповой работы, а здесь по командообразованию. Такие тоже темы, которые мы очень часто используем, которые нам часто бывают необходимы и актуальны, потому что работа с студенческим, ученическим коллективом, нам их тоже надо как-то организовывать, проводить какие-то мероприятия. И вот здесь можно подчеркнуть очень много интересной информации и методов, и приемов. То есть такая практикоориентированная вещь. Про тренинги очень много литературы есть. По арт-терапии и арт-педагогике. Вот две книги, они идут как бы в связке, хотя в самом блоке они разнесены в разные разделы, потому что один по теории – это учебная литература, а второй попадает вот как раз в раздел «Прочие» – это практикум. Лекции, курс лекций и тут же практикум по одной и той же теме «Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ». Опять про детей с ОВЗ, как применяется. Вот на вебинарах у нас проходят целые серии, где наши уважаемые коллеги, профессионалы в своей области приходят, рассказывают те или иные приемы арт-терапии, педагогики, использование различных приемов, связанных с арт-терапией и арт-педагогикой. И очень часто слушатели спрашивают, а что почитать еще на эту тему. Вот ВБС есть, хотя бы даже посмотреть в каталоге и выбрать вот такую подборку книг, подбор, список себе сделать. Можно и что-то, можно даже и в интернет-магазине потом, не отходя от кассы, приобрести. Либо уже искать осознанно и целенаправленно, познакомившись с содержанием, по крайней мере, аннотаций и оголовлением этих книг, понять, нужно или нет. И вот такие вот серии, они есть теория, плюс какой-то практикум, рабочая тетрадь, они прям вот, особенно в разделе учебной литературы, их очень много. И еще вот я вам говорила, что у нас появились аудиокниги, добавляются медиаресурсы. Вот есть интересные аудиокниги. В разделе психологии они как раз и идут отдельно, выделены, прям уже выделили их в отдельный раздел. Я только две книги выделила про технику публичных выступлений, про ведение делового общения, общения вообще, и управление техникой речи, как управлять своей речью. Аудиокниги также можно купить, слушать, а для подписчиков еще и бесплатно, если оформлена подписка на этот профильный блог, особенно если целиком. Аудиокниг сейчас очень много добавляется, но надо смотреть этот раздел очень внимательно, потому что там есть много, скажем так, книг, относящихся к научно-популярной литературе, там что-то про йогу, про различные техники, НЛП, не НЛП. И вот среди них надо смотреть, либо, когда отбираем, в фильтрах ставить фильтр, по фильтрам использовать с тем, чтобы выбирать то, что надо. Но вот таких книг тоже очень много. Вот, например, по публичной речи, почему бы не. Ну и, наконец, топ-3, то, что я вам обещала, по профильным блокам психология и педагогика. Топ-3 по количеству просмотров. Книги, которые чаще всего спрашивают, просматривают, читают. И вот эти цифры, это количество просмотров этих трех победителей. Психология, учебное пособие 2020 года, автор Караванова, издательство «Дашков компания». Уже почти за, там, к 30 тысячам просмотров это данные за 2020 год. «Психология и этику менеджмента и бизнеса». Учебное пособие Семенова и Масловой чуть поменьше, но тоже довольно часто открывали, изучали. И замыкает тройку топ-лидеров «Психология и социальная работы». Ну, почти 9 тысяч просмотров было у этой книги. И все они есть в профильном блоке «Психология». Можно их найти. Вот я вам прямо хотя бы какие-то основные вещи по этим учебникам привела. Поэтому, если вы ищете учебное пособие по психологии, обратите внимание вот на эти три книги. Если читают, спрашивают, просматривают, это уже такой выбор читателей, которые голосуют открытием той или иной книги. Из педагогики. Как ни странно, первое место заняла книга, посвященная вопросу информационных технологий в педагогическом образовании. Киселевой и Бачковой. Ну, может быть, и не странно, так как мы сейчас все начинаем жить в цифровом мире и, видимо, использование информационных технологий становится темой очень востребованной. На втором месте общая педагогика Столеренко, учебное пособие. И третье – это основы специальной педагогики и психологии. Кстати, обратите внимание на авторов, хотя книга 2013 года, но до сих пор, можно сказать, один из лидеров по количеству просмотров и использованных. Обратите внимание, коллеги, сразу на вот этот тандем авторов. Подольская и Яковлева в разделе «Педагогики». У них несколько пособий, хотя бы сказать много, не очень много, но очень толковые книги и есть. Там может быть и меньшее количество просмотров, но есть очень интересные книги. У них много по специальной педагогике, по работе с ОВЗ. И есть учебное пособие у них по тьютерству. То есть тьютерское сопровождение, по-моему, детей с особенностями развития. Поэтому посмотрите, вот этих авторов запомните, и в профильном блоке «Педагогика» прям можно их набрать, да, фильтр, вот этот тандем авторов. И среди выпавших книг посмотрите, там немного, там штук шесть, наверное, пять-шесть их пособий. Есть очень интересное по тьютерству. Это тоже сейчас очень востребованная такая тема, тьютерское сопровождение. И вот она более позднего года издания, по-моему, 20-21 даже. Вот на этом, на этой торжественной ноте мы подобрались с вами благополучно к завершению нашей сегодняшней встречи. Большое спасибо всем коллегам, кто сегодня был с нами, за то, что прошли с нами по всем этим двум блокам профильном психологии и педагогики. Я постаралась вам показать, ну, хотя бы примерно, какие есть серии, ну, помимо учебных пособий для магистров, для бакалавриата, вот есть еще интересные вещи, которые мы иногда просматриваем, а они там есть. Ну, такие вот интересности я вам стараюсь на наших обзорах вытаскивать. По поводу подписки, опять же, коллеги, координаты мои здесь есть, в любом варианте можете написать, те, кого интересует подписка, я вам ссылки прям обязательно скину, с кем связаться, чтобы поговорить о возможных вариантах. Я думаю, что все обсуждаемо, все решаемо, самое главное, не бояться спросить, не бояться спросить.